Здравствуйте, с вами я, Сидрот. Добро пожаловать в мой мир, где всё естественное сверхъестественно. Врачи считают, что мой сегодняшний гость вернулся с того света, и теперь он приносит с собой атмосферу небес и чудес, где бы он ни был. Существует ли сверхъестественное измерение? Сидрот провёл более 40 лет, исследуя странный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в этом выпуске программы «Это сверхъестественно». Рэнди Кэй обучил специалистов в более чем 500 компаниях. Основал 4 компании. Написал всего 7 книг. «Знаю тебя. Очень трудно поверить, что когда-то ты причислял себя гностиком, но когда тебе исполнилось 25 лет, всё изменилось». Так что же случилось? Что послужило этим изменением? Я возвал к небесам и сказал, «Господь, если ты правда существуешь, я хочу знать тебя не просто по книге». Я попал в страшную аварию. В меня врезалась машина на автостраде, и мой автомобиль перевернулся, а я не был пристёгнут. И тогда я был молод, всего 25 лет. Головой я пробил лобовое стекло, но выжил. Я лежал без сознания, с переломанными костями, и понимал, что хочу узнать Бога, а не просто знать что-то о Боге. Так я попал в протестантскую церковь. Они поднимали руки, кричали, но они не казались мне странными. У них было то, чего хотел я. В той церкви я был рождён заново. Я был крещён Духом Святым. Я крестился водой, и, наконец-то, я нашёл цель в своей жизни. Я родился заново. Рэнди искал Бога и возвал к Нему всем сердцем. Тогда-то дьявол решил поймать Его. Одна трагедия за другой. Одна за другой. Думаю, что тебя подтолкнуло к Богу в то время, когда ты работал на компанию, разрабатывавшую лекарства от Альцгеймера. Тогда ФДА, некая группа экспертов, решила, что вам нельзя продолжать свои разработки и помогать людям. Наверное, это пагубно повлияло на компанию и на тебя. Конечно, мы были очень близки к изобретению действенного лекарства от Альцгеймера. Я был тогда в Вашингтоне, мы были на обложке городской газеты и во всех новостных лентах интернета. По некоторым причинам ФДА отказал нам в производстве лекарства и добавил нас в чёрный список фармацевтических компаний. Лекарства не выпустили на рынок, разработки приостановили. Я вернулся домой в удручённом состоянии. У меня не было работы. Я руководил компанией биотехнологий, но для работы нам нужно было 60 миллионов, а у нас их не было. Вообще нисколько не было. Я сидел с женой в кофейне и говорил, «Думаю, Господь нас остановил». У меня был настоящий кризис, вера. Он оставил не только вас. У вас было ещё двое маленьких детей. Ведь так... Да, двое детей. Я безработный. Большая ипотека за дом в Сан-Диего. Однажды вечером я возвал к Богу у себя в спальне и сказал, «Господь, я служил Тебе и был верен Тебе на протяжении долгих лет. Я был рукоположен в служителе. Я проповедовал о Тебе, учил в четырёхтысячной церкви. Я был верным служителем». Так почему же Ты не отвечаешь на мои молитвы? В окно светила луна, и на потолке было пятно света посреди темноты моей души. Тогда я сказал, «Господь, настало время Тебе явить Себя в моей жизни». Очень сильное заявление. Я бы даже сказал, несколько опасное. После этого ты пошёл на собеседование и вдруг, неважно себя почувствовал, расскажи об этом. Я вернулся домой с собеседования и сразу лёг в кровать. Проснулся я посреди ночи, и у меня так заболела нога, что я еле спустился с лестницы. Обычно я спускаюсь вниз, беру свой велосипед и еду на прогулку по побережью. Но в этот раз мне было ужасно трудно ехать. Казалось, я взбираюсь на огород. Я очень быстро стал запыхаться, хотя обычно океан меня успокаивает. Я поехал домой, но мне было очень трудно дышать, и страшно болела нога. После всего того, что с нами приключилось, мы с семьёй хотели поехать в горы, немного отдохнуть, развеяться. Я решил подлечиться перед поездкой и пошёл к ортопеду. Я попросил прописать мне что-нибудь противовоспалительное, потому что моя голень опухла и увеличилась почти в полтора раза. После чего я упал, и уже после этого меня увезли на скорой в неотложку. А вот такие приключения со мной тогда были. А что случилось? У меня обнаружили шесть тромбов. Я не знал про них и занимался спортом, поэтому тромбы спустились вниз по ноге и закрыли собой артерию, через которую кровь проходила к лёгким. Врачи в спешке увезли из палаты одного пациента. Я не знал этого. Мне рассказали об этом уже позже. У этого пациента был респираторный вирус, устойчивый к медицинским препаратам. Из-за этого тромбы в моём организме продолжили размножаться. Мои клетки крови встали в пробку. Всё было в итоге так плохо, что доктор даже не мог взять у меня анализ крови. Он пытался проткнуть иголкой вену, но ничего не получалось, потому что кровь была очень густой. на следующий день у тебя состоялся энкаунтер с Богом, на которого ты злился. Так что же произошло? Я пережил септический шок, в результате чего у меня остановилось сердце. В таком состоянии я пролежал где-то 30 минут. Моё тело начало трястись, словно рыба, попавшая на берег, а затем в глазах потемнело, и практически сразу же я увидел ангелов. Как я позже узнал, то были ангелы-воители. С одной стороны стоял ангел в ослепительной одежде, а с другой стороны стояли более уставшие ангелы, и они боролись, как мне показалось, с мечами. Я не сразу понял, что к чему, но я почувствовал, что мне нужно произнести имя Иисуса Христа. Я произнес Его имя, и тут же оказался рядом с кем-то в мягком облачении. И Он приобнял меня своей левой рукой, и я почувствовал, как Его щека прижалась к моей. Я знал, что это был Иисус. Первое, что я тогда подумал, «Так вот, что такое настоящая любовь. Вот, что это такое». Затем Он развернул меня к себе лицом, и я увидел глаза, полные любви. Первое, что Он мне сказал, «Доверься мне». Свет в конце тоннеля, о котором говорят многие люди, являлся, как я понял, Божьей славой. И Господь осветил им все темные, темные места. Он обратил всякую тьму во свет. Божье утешение наполнило мое сердце. А затем Иисус открыл мне все те вещи, которые мне нужно было узнать. Мне нужно было обновиться заново, как бы переродиться. Мне нужно было переосмыслить свою жизнь. Я очень четко понимал и ощущал это. Я стал буквально новым. Скажи, пожалуйста, в двух словах о том, что произошло, когда ты увидел в раю кого-то знакомого. Я не встретился на небесах со своей бабушкой, но есть человек, о котором я, как оказалось, позабыл. Маленький мальчик. По молодости я служил пожилым людям в больнице. В одну из палат, куда я приносил еду, лежал мальчик примерно лет семи. Когда я увидел его, его кости были обтянуты кожей, ясно проступали вены, глаза были немного выпучены. Но он сказал мне, я иду в рай, а я ему ответил, это здорово, хоть я и не верю в рай, но я рад за тебя. Если рай есть, уверен, что ты в него попадешь. И он сказал, я помолюсь за тебя. Можно? Я давно забыл об этом, но Бог напомнил мне, показав, что его простая молитва дошла до небес. И Божья праведность обличила меня в грехах и спасла меня. На мгновение я увидел этого мальчика, который говорил, что и я попаду на небеса. Туда-то я и попал. На небеса. Вот что я вам скажу. Иисус дал Рэнди 31 откровение, пока он был на небесах. Вы хотите услышать хотя бы парочку? Хотите, чтобы Рэнди высвободил атмосферу небес, в которой происходят чудеса? Не переключайтесь. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Это сверхъестественно. Рэнди, поделись с нами одним откровением, которое ты получил на небесах. Их было много. Я чувствовал, будто мы были наедине. Будто для Бога. Я был самым важным человеком. Когда Иисус посмотрел на меня, мне показалось, что больше никого на свете нет. Я видел, что все заботы мира на его плечах, но все равно чувствовал себя самым важным для него. Но я знал, что с той же любовью, с тем же посвящением, полным посвящением. Бог относится к каждому своему ребенку. Я вырос в любящей семье. Я знал любовь и не знал жестокости. Любовь проявлялась в действиях и в эмоциях, но я никогда не испытывал такую любовь к себе, такую глубокую. Испытав это и узнав, как по-особенному ко мне относится Господь, я упал в содрогание. Бог поднял меня и крепко сжал в объятиях. Он держал меня и не отпускал. Ему даже не нужно было говорить, что Он меня любит, потому что Он и есть эта потрясающая, глубочайшая любовь. Я знал, что Я самый особенный в мире. А ты можешь обратиться сейчас к нашим зрителям и сказать, что они самые особенные, что так считает сам Бог? Скептик в прошлом, сейчас я знаю наверняка. Агностик в прошлом, я знаю истину. и говорю ее вам сейчас. Бог любит вас так, будто вы в этом мире всего лишь один. А если бы Ему пришлось идти на крест только ради вас, Он бы сделал это не сомневаясь. Так сильно Он предан вам и любит вас. Он Лев Иудин, который защищает вас. Он Агнец Божий, который жертвует собою ради вас, который отдает и любит, поэтому вы любимы. Расскажи, как Он ходатайствует за нас. Он заступается за нас, наш Господь. Это та часть, где Господь водил меня по раю. Он показывал мне этот мир. Я увидел многие вещи своими духовными глазами. Я увидел, как Иисус ходатайствует за людей. Я посмотрел на Иисуса и спросил, что ты ищешь, Иисус? Потому что Он смотрел на людей. Перед нами виднелся город. И Он сказал, я ищу тех, кто готов меня услышать. тогда я улыбнулся и спросил, и как, есть ли кто-то, кто тебя слушает? Он ответил, да, и это мудрые люди. Затем он обратил мой взгляд на Божий престол. Я увидел, как на полу горел синий огонь из синих камней. Я увидел Бога Отца в Его славе. Вокруг Него были ангелы. Их было так много. Вокруг были и люди. Господь провозглашал обновление для Своего творения. Я увидел, как заняты были люди. И Иисус показал мне, что люди либо не верят, либо заняты своими делами, им просто не до Иисуса, либо они вообще не доверяют Ему, либо еще какие-то причины. Это огорчало Бога. Это огорчало Иисуса. И тогда я впервые услышал, как Иисус плачет о потерянных. Это так грустно. Если бы вы были там, в присутствии этой вечной любви и услышали бы этот плач о потерянных, о тех, кто отвергал его, или кто забыл о нем, если бы люди только услышали этот плач, они бы поняли, тут же поняли, что Бог переживает абсолютно за каждого человека, за всех нас, что Он заступается за каждого, и что это намного ценнее и важнее, чем все остальное в этом мире. А все остальное это счета, это похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Но среди всей этой печали Иисус сказал тебе, я хочу, чтобы ты кое-что сделал на этой земле. Тебе нужно вернуться обратно, поэтому ты нехоться вернулся в свое тело и услышал удивительные песни, доносившиеся с неба и земли. Расскажи об этом. Я вернулся в сознание, и рядом со мной у кровати стояла пара. Они молились за меня и пели чудесную песню поклонения. Господь сказал мне, что возвращает меня на землю с целью, которую Он мне там открыл. Он сказал, молитвы святых слышны в чертогах небес и вернул меня, чтобы я исполнил его волю. Когда я услышал пение этой пары, я не мог этого постичь. Я еще никогда не слышал ничего настолько прекрасного. Я понял, что прежде, чем я покинул небеса, я слышал ту же самую песню, только пели ее тогда ангелы. Вначале я не мог вспомнить, но где же я слышал эту песню. А потом, когда напрягся, я узнал ее. Господь показал мне, что та пара святых и те, кто молились за меня, пели ту же песню, которую я слышал, когда был на небесах. то была Божья воля. В пении провозглашали царство Божьего Сына. И эта песня открылась людям на земле. Поэтому сегодня я здесь, потому что они ходатайствовали и молились за меня здесь, на этой земле. Я знаю, я знаю, вы понимаете, что это еще не все. Вы чувствуете, что у вас есть миссия. Но год за годом, год за годом ничего, то есть вообще ничего не происходит. Время вернуться домой. Время признать, что Иисус внутри вас. Время получить личный опыт общения с Богом. Я хочу, чтобы вы повторили эту молитву сегодня вместе со мною. Многим из вас нужно произнести эту молитву. Может быть, вы уже молились, но никогда не переживали Бога лично. Есть огромная разница в том, чтобы гореть для Иисуса и быть теплым христианином. Поэтому повторите, пожалуйста, эту молитву за мной. Гости студии и вы тоже повторяйте. Дорогой Господь, я грешник, прости меня за это. Я верю, что твоя кровь омыла меня от всех грехов, и ты больше о них не вспоминаешь. я очищен. Как сказано в Библии, я праведен, как и Господь. И поскольку я очищен, Иисус, приди и живи во мне. Стань моим спасителем. Стань моим Господом. Я хочу пережить личную встречу с тобой. Наполни меня своей славой. Аминь. Рэнди, а теперь я хочу, чтобы ты помолился за всех, кто смотрит нас и кто сидит в этой студии. Помолись, чтобы люди пережили любовь Божию, с которой ты вернулся на землю. помолись о чудесах. Помолись, чтобы люди пережили личную встречу с Богом. Ты помолишься за нас? Хорошо? Да? Конечно. Господь, я молю Тебя прямо сейчас, чтобы тем, кто слушает нас, тем, кто нас смотрит, не пришлось умирать телесно, чтобы познать Тебя лично и побывать в Твоем царстве и в Твоей славе. Я молюсь, чтобы Божья сила с престола Его спустилась на вас и коснулась вас. Пусть Твое пребывание, Отец, любовь Твоя и слава Твоя разрушат наше неверие. Пусть придет покаяние, покаяние в неверии, в самоправедности, покаяние в тех вещах, которые мешают нам познать себя. Пусть поколение Иисуса новина войдет в обетованную землю. Яви себя этому поколению. Яви себя как любящий Бог, чтобы они не смогли отвергнуть себя. Стань для каждого реальным и убери всякий страх. Ты забираешь всякий страх во имя Господа Иисуса Христа. Больше нет никакого страха, нет болезни. Нам не страшно никакое оружие, власть или дух тьмы, потому что Ты наш Господь, Ты наш Бог. Мы провозглашаем Твою праведность, свободу и отдаем себя в Твои руки. Поэтому приди к нам, яви нам себя, Боже, во имя Господа Иисуса Христа. Яви нам свой свет сегодня в Твоем пребывании, в Твоей силе, во имя Иисуса. Смотрите в следующем выпуске. Сверхъестественное естественно. Люди любят усложнять жизнь. Иисус сказал, «Мои овцы слышат Мой голос». Иисус сказал, «Это просто и понятно». В Его словах нет двусмысленности, каждый может понять их. Молитва это важная составляющая доступа ко всем Божьим обещаниям и благословениям. Ежедневная молитва на данном вам Богом языке очень важна. Мы представляем вам совершенно новое приложение «Разговор с Богом». А вы сможете установить напоминание о том, что хотите помолиться и сообщить другим, сколько времени вы провели в молитве. В нашем приложении Всемирного Молитвенного Сообщества вы сможете оставить свои молитвенные просьбы. Также вы найдете видеоучение о том, как получить крещение Духом Святым и как ежедневно и эффективно молиться на сверхъестественном языке, который дал вам Бог. Смотрите архивы наших программ АСН, сети «Это сверхъестественное», чтобы созидать свою веру и поверить в невозможное. Приложение бесплатное и доступно на всех девайсах. Зайдите в свой магазин приложений и найдите «Разговор с Богом» Сидорота. Всего за последние 20 лет мы обнаружили более тысячи планет за пределами нашей Солнечной системы. В пределах одного только Млечного Пути есть сотни миллиардов звезд, а в обозримой Вселенной можно насчитать порядка сотни миллиардов галактик. Звезд в космосе больше, чем песчинок на всех вместе взятых побережьях Земли. Каждую секунду появляется еще около 48 новых звезд, а в мозге человека насчитывается порядка 86 миллиардов нейронов. Если вы соедините все ячейки ДНК в вашем теле в одну цепочку, ее длина составит около 55 миллиардов километров. Это расстояние сопоставимо с расстоянием до Плутона и обратно помноженным на 6. А если составить цепочку из клеток крови обычного человека, то ее длина составит порядка 100 тысяч километров. Столько километров вы пройдете, если обойдете Землю два с половиной раза. Скорость, с которой нейронные импульсы идут от мозга, составляет 400 километров в час. Такую скорость не развивают даже гоночные автомобили. Если бы мозг был компьютером, он бы выполнял 48 тысяч триллионов операций в секунду. Сейчас самые современные суперкомпьютеры имеют показатели, равные двум тысячным процента от этой скорости. Мы хотим предложить вам одну хорошую книгу, которая поможет вам ответить на многие вопросы. Ваши пожертвования этому служению помогут Сиду транслировать программу «Это сверхъестественно в Израиле 28 раз в неделю. Продолжение следует...» ...